всем здорово ребят в общем делаем обзор на снегоуборочную машину сейчас она находится полностью разобрана в ящике и сейчас мы будем ее собирать на работе эта машинка куплена для работы чтобы чистить снег так как территория большая ну и что ну и поехали разобрана на наполовину то есть ремни уже стоят клеммы только подключить на аккумулятор поставить колеса поставить желоб и в принципе она готова ну еще и об катать кстати надо я не знаю боковые поддержки там стоят нет не наверное не стоят они это в комплект такая машина размер ковшика 610 на 580 это оптимальный вариант для нашей местности какой интересный колпачок на свечку это подкачка блин кнопку зажали ее пара с это в общем заказывал в днс и цена такой машинки 33 800 я надеюсь она нас не поведет что я должен стоять вот здесь а внутри а он почему-то вот он должен стоять внутри вон там почему сейчас ходит вал но видать это надо будет дорабатывать по маслу какая-то табличка висит внимание масло было слито для транспортировки перед используем обязательно налейте масло работа без масла придет повреждений слушайте ну бляха мухая масло то и не положили его просто придется масло еще искать для него вот так масло слито короче экономит зацепы масло действительно нет поэтому придется еще за маслом ехать сколько масла в него заливается я тоже пока не знаю в общем смотрите вот пульт управления заводится с ключа также с ручки это переключение передачи тросики это уже на движение его и на включение шнека самого ладно сейчас хоть так соберем а потом крышку писали что крышка плохо отнять ну вот короче вот это вот беда но это нормально на самом деле для такой техники что вот крышка вот такая вот насколько он хорош будет крышку ладно не беда вот загнута может когда пойдет бензин она отойдет по идее она не должна так делась там воздух это просто и так транспортировали ключа соответственно на 13 нам не дали шплинки дополнительные я надеюсь дополнительные они основные ключи от зажигания один мы ставим сюда сразу а второй собираю без инструкции сразу говорю потому что я уже его такой наподобие снегоуборочную машину собирал поэтому более-менее я знаю поэтому собираю без инструкции машинка уже такой вид имеет сейчас ключ надо на 13 взять так как комплекте его не было вот кошек шнек боковые здесь еще ставится поддержка чтобы повыше было на приблизительно чуть чуть выше буквально чтобы пластмасса но вот это вот кстати дичь пластмассовые втулки вот эти это дичь я надеюсь в редуктор хоть они масло-то налили пластмассовые втулки будут раздалбываться это сто процентов в общем нужный ключ оказался 12 а не 13 в общем получается ключи ключ на 12 нужен его в комплекте нет и еще скорее всего понадобится ключ на 10 при установке желоба устанавливаем руль всем здорова ребят в общем делаем обзор на снегоуборочную машину сейчас она находится полностью разобрана в ящике и сейчас мы будем ее собирать на работе эта машинка куплена для работы чтобы чистить снег так как территория большая ну и что ну и поехали разобрана на наполовину то есть ремни уже стоят клеммы только подключить на аккумулятор поставить колеса поставить желоб и в принципе она готова ну еще и об катать кстати на я не знаю боковые поддержки там стоят нет не наверно не стоят они это в комплект такая машина размер ковшика 610 на 580 это оптимальный вариант для нашей местности какой интересный колпачок на свечку это подкачка блин кнопку зажали ее пара с это в общем заказывал в днс и цена такой машинки 33 800 я надеюсь она нас не подойдет что я должен стоять вот здесь а внутри а он почему-то вот он должен стоять внутри вон там почему сейчас ходит вал но видать это надо будет дорабатывать что по маслу тут какая-то табличка висит внимание масло было слито для транспортировки перед используем обязательно налейте масло работа без масла придет повреждений слушайте ну бляха мухая масло то и не положили его просто придется масло еще искать для него вот так масло слито короче экономик зацепы масло действительно нет поэтому придется еще за маслом ехать сколько масло в него заливается я тоже пока не знаю в общем смотрите вот пульт управления заводится с ключа также с ручки это переключение передачи тросики это уже на движение его и на включение шнека самого ну ладно сейчас хоть так соберем а потом крышку писали что крышка плохо отнять ну вот короче вот это вот беда но это нормально на самом деле для такой техники что вот крышка вот такая вот насколько он хорош будет крышку ладно не беда вот загнута может когда пойдет бензин она отойдет по идее она не должна так делать там воздух это просто ее так транспортировать ключа соответственно на 13 нам не дали шплинки дополнительные я надеюсь дополнительные они основные ключи от зажигания один мы вставим сюда сразу а второй собираю без инструкции сразу потому что я уже его такой наподобие снегоуборочную машину собирал поэтому более-менее я знаю поэтому собираю без инструкции машинка уже такой вид имеет сейчас ключ надо на 13 взять так как комплекте его не было вот кошек шнек боковые здесь еще ставится поддержка чтобы повыше было на приблизительно чуть чуть выше буквально чтобы он пластмасса но вот это вот кстати дичь пластмассовые втулки вот эти это дичь я надеюсь в редуктор хоть они масло-то налили пластмассовые тулки будут раздалбываться это сто процентов в общем нужный ключ оказался 12 они 13 в общем получается ключи ключ на 12 нужен его в комплекте нет и еще скорее всего понадобится ключ на 10 при установке желоба устанавливаем руль раскроем аккумулятор посмотрим аккумулятор поставить так что поставить провода тросики снимать ручку потому что с таким связи я можно попробовать скрепить не может я не 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 а Вам надо будет ослаблять, потому что это чересчур сильная натяжка. Так, чересчур сильная натяжка. Надо чуть-чуть остановить. Тросики во внутренний отверстие. Ну, очень удобно ставить. Клему можно было сделать. Точнее 5 км. А если бы мы поставили на оборот, было бы удобнее, можно было бы с этим. Есть. Поставим опять. Масса. Оставится вот сюда. Здесь надо распринтовать и поставить. А здесь идет по округам. По инструкции я буду смотреть. Это уже масло. Сколько сюда масла. Устанавливаем подкаты. Они устанавливаются, чтобы, получается, сам ковш был вот здесь приподнятый. На 2-4 сантиметра. Закручиваем. В камни какую-нибудь еще там что-нибудь попадется. Не должно это втыкаться. Вот. Вот такая вот мена. Какой это делается? Потому что, ну, какой смысл, если его все равно снимать надо? Лишнее, короче, не моросили в подбалке. Без этого никуда. Поэтому читайте инструкцию, лишь чем собирать. Я просто вот этот момент что-то забыл, как мы его собирали. Но мне казалось, мы его снимали. И теперь подключаем механическую часть. Вот. Теперь мы это так фиксируем и затягиваем. Лишнюю работу только выполнили чуть-чуть. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас. У нас только закручу и все тогда тоже. Да, лишнюю работу бляхомуха. Потом было, что вот это разбирали. А здесь я ее разобрал и, оказывается, им нахер не надо. Сейчас вот этот вот последний. Болки аккумулятора. Лампочка горит. Ну толку от нее мало. Но может еще аккумулятор просевший. А нет, аккумулятор нормальный. Ну заводить сейчас нельзя, потому что нет масла. Поэтому заливаем масло, заливаем бензин. И будем заводить, пробовать уже. В принципе, тут все подключено. Сейчас провода еще эти в кучу уберем. Все. И последнее, что осталось поставить, это рычаг переключения скоростей. То есть пять даже вперед и две назад. Он устанавливается, вот здесь прикручивается и ставится сюда. И переключаем передачи. Осталось последнее. В общем, что поставить. Дальше. 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 Ого. Чуть-чуть прокатился. Так и скорости рекомендуется переключать на минимальных оборотах. Сайте, написано подогрев ручек. Не знаю, на самом деле он есть или нет. Но мы это проверим. Проводов не вижу, чтоб какие-то выходили. Значит, скорее всего это все. С лампой только выходят какие-то провода. Проводов не выходит. Написано. Дальше. 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 Вот такая погодка сегодня нам как раз для снегоуборщика будем испытывать.